Всем привет, ребята! Сегодня я расскажу вам про последний учебный год бакалавриата в Китае. То есть, если вы уже на четвертом курсе, или, может быть, на третьем, и скоро будете уже переходить в следующем году на четвертый, то это видео для вас. Сегодня я с вами просто поделюсь тем, что нужно знать о четвертом курсе и о выпуске, и как вообще к этому можно подготовиться. Итак, погнали! Итак, первая тема, которую мы с вами рассмотрим, это HSK, экзамен по китайскому языку. На многих программах обучения в Китае одним из главных требований является сдача уровня китайского языка, то есть экзамена по HSK. В зависимости от вашей специальности, уровень сдачи HSK может быть разным. Например, если вы обучаетесь на гуманитарном направлении, то, скорее всего, вам придется сдать пятый, либо шестой уровень HSK. Если же вы обучаетесь на техническом направлении, то, скорее всего, четвертого HSK для вас будет достаточно. Этот момент очень важно уточнить у ваших учителей, когда вы начинаете учиться, чтобы знать, к чему быть готовым. Например, я обучаюсь в Гуанси Нормал Юниверсити на факультете китайского языка, и здесь для выпуска мне достаточно было сдать пятый уровень HSK. Советский HSK лучше сдавать его заранее до четвертого курса, чтобы к выпуску не столкнуться ни с какими проблемами. Еще одно важное требование в китайских учебных заведениях – это успешная сдача всех экзаменов. Система сдачи экзаменов в китайских учебных заведениях достаточно строгая, и здесь пересдачи они совсем нежелательны. Логически рассуждая, если не сдать экзамен с первого раза, это автоматически может повлиять на своевременное завершение обучения в Китае. То есть, если не сдать экзамены вовремя, то это может повлиять на вашу возможность закончить обучение в Китае вовремя. То есть, если вы получили BookHow незачет в третьем семестре, и вам автоматически нужно пересдавать этот предмет на четвертом. На четвертом у вас начинается подготовка к диплому, экзамены, которые должны быть в этом семестре, какие-то еще проблемы. Здесь уже начинается вот такая вот заварушка. Неприятно, согласитесь? Совет здесь. Следите за своей успеваемостью, старайтесь сдавать экзамены с первого раза. Если у вас есть какие-то проблемы, обязательно обращайтесь к учителям. И согласитесь, любую проблему лучше решать всегда сначала, чем откладывать ее на потом. Следующая тема – это посещаемость. В китайских учебных заведениях очень внимательно следят за посещаемостью. Чтобы получить допуск к экзамену, вам как минимум нужно набрать 60% от посещаемости. Иначе могут быть проблемы. Даже если вы хорошо учитесь, пропуски могут сыграть с вами злую шутку. То есть, тот же самый недопуск к экзамену означает либо пересдачу, либо прохождение курса еще один год. То есть, вы понимаете, это будут еще лишние затраты, плюс еще один год к обучению. По-китайски мы бы сказали, прям, конкретный мафан. Просто самый простой лайфхак. Посещайте все семинары, все темы, чтобы у вас было меньше пропусков. Слушайте и готовьтесь к экзаменам во время обучения. Чтобы меньше готовиться к экзаменам, в принципе, достаточно на уроках, на парах, слушать то, что говорит учитель, взаимодействовать, слушать, читать, учить. И тогда после уроков у вас будет больше свободного времени, нежели идти куда-то садиться в кафе, у себя в комнате, идти читать что-то. Если вы усвоили весь материал во время урока, то большего от вас-то и не требуется. Итак, как вы могли заметить, я начал записывать, в принципе, этот ролик в нашем обычном кабинете. И вот сейчас мне удостоилась такая честь, так как здесь никого нету, да. Следующая локация — это вот трибуна учителя. Итак, о чем мы поговорим с вами? Сейчас мы поговорим с вами о учебных кредитах, да, о СЮФНах, как мы их здесь называем в Китае. В китайских университетах или любых других учебных заведениях за посещение уроков или каких-то курсов даются кредиты СЮФНы. Чтобы закончить университет, нужно набрать нужное количество. Если же в вашем расписании недостаточно уроков для того, чтобы набрать нужное, необходимое количество кредитов, то вам могут предложить дополнительные. Это вполне нормально, если у вас в расписании недостаточно уроков, да, это будет всегда зависеть от вашего факультета. То есть, как, например, если я обучаюсь на факультете китайского языка, у меня шесть пар в неделю, поэтому, конечно же, мне нужно брать дополнительные. Вот, но есть другой факультет, Дензэ Шан Ву, да, это, которая электронная коммерция. У них, не знаю, сколько пар в неделю, но знаю, что они учатся почти что семь дней в неделю, с утра до вечера, и у них просто нет времени для того, чтобы брать еще какие-то дополнительные. Ну и, в принципе, кредитов у них также хватает. Здесь главный совет, что, конечно же, следите самостоятельно за количеством ваших кредитов, потому что, может быть, на втором курсе вы прошли какой-то курс, вам учитель случайно не поставил, на четвертом вы смотрите, у вас недостаточно, а вы уже забыли, что вы там два года назад на втором курсе делали, что вы проходили, что вам поставили, а что не поставили. Поэтому обязательно введите учет и считайте, сколько у вас уже есть кредитов. Расскажу вкратце и на своем опыте. У меня сейчас недостаточное количество СЮФНов. Мне еще нужно за этот год три урока взять. Один урок, два СЮФНа, то есть в сумме будет шесть. У меня сейчас есть шесть, и еще нужно шесть, чтобы их всего было двенадцать. Вчера я прихожу на дополнительный, сажусь, вижу учителя. Понимаю, что знакомое лицо, понимаю, что знакомая речь, знакомый нейрон, задержание урока. Подхожу и говорю, а я у вас раньше не занимался? Она говорит, да, я кажется, тоже тебя помню. А я смотрю свой список, а у меня не записаны еще СЮФНы от нее. Я говорю, а почему вы мне не поставили? Она говорит, ну, наверное, ты мне не сдал какую-то последнюю работу финальную, поэтому я тебе ничего не поставила. Я вот так вот листаю свою электронную почту до того года, когда я это проходил. Нашел файл, говорю, вот, это ваша почта, я вам все отправил. Она говорит, ой, ну, наверное, я не увидела, давай я тебе поставлю. Я говорю, хорошо, давайте поставьте, да, то есть это уже минус один урок. То есть меньше, еще там несколько часов в неделю я могу для себя освободить. Поэтому это тоже очень важно, именно следить за своими СЮФНами, за своими кредитами. Еще одной важной темой это является стажировка. Что я узнал для себя? Стажировка никак, совершенно никак не влияет на вашу специальность. Например, если у меня, да, факультет китайского языка. Я просто могу пойти в любую компанию, где работа может быть связана с китайским языком. Это может быть что-то с детьми, это может быть что-то в сфере развлечений, отели, что угодно, где я просто могу использовать свой язык, да, вот именно свой навык. Это может быть китайская компания, это может быть компания в вашей стране, или даже какая-то любая другая зарубежная. Также стажировка, она не должна быть очень долгой. То есть это, в принципе, зависит все именно от вас и от вашего желания. Найти компанию, где вы собираетесь стажироваться, тоже очень важно заранее, да, чтобы у вас потом не было просто никаких проблем. Ой, я не прошел никакую стажировку, я не знаю, что мне делать, где это делать. И лучше всего это делать на каникулах. На каникулах после того, когда вы уже сдали экзамены, когда вы уже сдали HSK. Вот, например, я еще не проходил, я буду стажироваться, скорее всего, вот на зимних каникулах, когда у меня уже сданы HSK, я сдам уверен в себе, я сдам все экзамены, у меня никогда не было никаких пересдач, и поеду уже, я знаю, себе присмотрел одну компанию. Вот, кстати, вот сейчас, конец сентября, я собираюсь сделать это зимой, лучше отправить документы заранее. Вот я сейчас подумал, надо бы уже подготавливаться, да, связаться с этой компанией, могу ли я, когда подготовить документы, что мне надо. Здесь и следующий интересный момент, что, в принципе, если вы хотите проходить стажировку в Китае, вы можете немного на этом заработать. То есть, если компания готова будет вам платить, вы можете совершенно спокойно, законно подработать в Китае, да, то есть мы знаем, что в Китае подработка – это незаконно, мы так не делаем. Ну, если именно касается китайской компании, на которой нужно ходить на работу, да, лучше незаконно это делать, потому что может это все грозить депортацией, штрафами, и потом просто вам не разрешат въезжать в Китай. Вот, поэтому так мы не делаем. Здесь вроде бы разобрались, да, вот именно что касается стажировки. По поводу работы могу все равно рассказать. Недавно, получается, в том семестре, в прошлом, на третьем курсе, я сдал 5-й чизкей, что позволило мне устроиться на онлайн-работу. Очень многие студенты со средним уровнем дохода в семье, когда приезжают в Китай, сталкиваются вот с проблемой, что, кажется, не достает денег, да. Потом нужно устраиваться, что-то делать, работать. Ну, как бы всем нам в жизни нужно как-то совершенствоваться, да. Как бы не все могут себе что-то позволить. И поэтому можно устроиться на онлайн-работу в русской компании. Да, сейчас я, когда сдал 5-й чизкей, меня без проблем взяли в очень крутую команду, в очень хорошую школу по китайскому языку, где я сейчас с удовольствием преподаю. Это работа онлайн, это все законно. Я устроен, как бы, да, грубо говоря, плачу налоги, трудовая книжка, там все это все записано, все хорошо. Могу поехать на каникулах в любой другой город, в любую страну, там открыть ноутбук, заниматься, и затем идти заниматься своими делами. Итак, это примерно вся информация, которая касается стажировки, да. В принципе, здесь все несложно. Есть один моментик еще. Есть одна знакомая девочка мне рассказывала историю о том, что как-то раз ее подружка из университета пошла на стажировку в Китае, и ее поймала полиция, думав о том, что она работает незаконно, и она два дня просидела в полицейском участке. Вот, поэтому и здесь тоже вам нужно уметь объясниться, показать нужные документы, что вы здесь проходите стажировку, чтобы уметь себя, если что, защитить в такой момент. Девочка оказалась права, полиция не права, мы здесь иностранцы, нас здесь никто ни о чем не спрашивает. За два дня в полицейском участке ей никто ни за что никак не извинился, не помог, да, то есть, ну, все, ты свободен, до свидания. Поэтому здесь тоже очень важный момент, нужно уметь за себя постоять, защитить. Вот моя пачка документов, я здесь работаю, вот так-то, так-то, да, здесь прохожу стажировку. Что касается именно работы в Китае, да, мы все знаем, что работать здесь нельзя. Иногда некоторым студентам приходится нелегко. Кто-то хочет работать, кто-то не хочет работать. Кому-то нужно, кому-то не нужно. И вот я недавно для себя понял, что у меня достаточно много свободного времени, и как я устроился на работу в Китае. Здесь отдельная история. В прошлом семестре я сдал 5 HSK, что позволило мне без проблем устроиться в русскую компанию онлайн, да, то есть, со знанием китайского, уже подтвержденный уровень, в принципе, все классно. Компания провела небольшое интервью для меня, и с удовольствием взяли, и сейчас я тоже работаю в этой чудесной компании онлайн, и все это законно. То есть, работа идет из Китая онлайн, поэтому здесь нет никаких проблем. Итак, последняя тема, которая самая важная, это диплом, да, защита. В Китае этот процесс может немного отличаться от того, что мы привыкли видеть в России или других зарубежных странах. То есть, что касается Китая, конкретно говорю, за свой университет, я, когда попал на четвертый курс, у нас добавилась одна пара, один урок, на котором мы готовимся к защите диплома. Совет, если у вас есть такая пара или есть такая возможность, может быть, у вас есть такой дополнительный предмет, потому что у меня также есть такой и дополнительный, который я буду скоро посещать, который касается именно защиты диплома, да, и подготовки к написанию. Итак, давайте я расскажу немного о процессе подготовки и защите диплома. У меня еще не было такого опыта, да, я только буду вот весной следующего года защищать его, но вот примерно из того, что я уже знаю, исходя вот из тех уроков, из тех пар, на которых нам рассказывали, как это будет происходить. Итак, что именно касается подготовки к защите диплома. Вы начинаете свою подготовку с того момента, как попали на четвертый курс. В каждом университете разные требования. То есть сейчас нам рассказывают на наших фарах, что у каждого университета свои требования к написанию диплома. И об этом вам, естественно, расскажут в вашем университете. Что касается самой защиты, как она будет происходить. То есть вам нужно будет написать вашу дипломную работу, а затем во время защиты, да, ладно. То есть вам, помимо того, что вы должны написать свой диплом, у вас будет защита. Вашу дипломную работу вы будете представлять перед учителями, студентами и комиссией. Защита должна происходить, по крайней мере, говорю за свой университет, где-то в районе трех-пяти минут. То есть вам нужно будет представить свой диплом, а затем также ответить вкусно на китайском языке, или в зависимости от того, на каком языке вы обучаетесь, на вопросы комиссии, связанные с вашим дипломом, с вашей дипломной работой. Здесь очень важно, если вдруг вы волнуетесь, или вы думаете, что вам немного тяжело, да, то есть, может быть, за это время у вас не совсем получилось набрать нужный, прям, хороший уровень китайского языка. Главное, не молчите, когда комиссия вас что-то спрашивает. Говорите, пытайтесь объяснить. То есть лучше что-то сказать, чем не сказать совсем ничего. То есть здесь лишь, может быть, один совет. Репетируйте свою защиту, чтобы чувствовать себя увереннее на защите. Вашу защиту, да, то есть именно ваши слова, что вы будете говорить, вы также можете отрепетировать с учителем, да, чтобы она вам конкретно подправила вашу речь, сделала ее более грамотной, красивой, и затем просто отрепетируйте, заучите свою речь. Лучше, конечно, ее понимать, да, понимать, о чем вы рассказываете, о чем вы говорите, ну, у каждого своя ситуация. Так, давайте с вами вместе подведем итог. Последний год в Китае может показаться немного сложным, действительно, да, но нужно быть к нему готовым. Можете следовать вот этим вот сегодняшним нашим нескольким правилам, тогда у вас все будет очень хорошо. Готовьтесь ко всему заранее, сдавайте HSK, занимайтесь, ходите на пары, получайте все ФНы, не прогуливайте, и все в жизни будет сладко. Если вы уже прошли этот путь, можете поделиться этим опытом в комментариях, очень интересно послушать и посмотреть ваши истории. Также, если у вас есть какие-то любые вопросы, также оставляйте, спрашивайте их в комментариях, и мы можем поделиться своим опытом с вами и рассказать об этом в следующих видео. И всем до встречи!